Продолжается программа «Киев Донбасс» на «Волна» Громатьков Радио Татьяна Курманова и за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. Кроме того, можете смотреть нашу видеотрансляцию на сайте громатькорадио.орг и обеспечивает Александр Портян. Ну, собственно, заканчивается наша программа на позитивной, положительной ноте, поскольку я очень рада приветствовать нашей студии звезду мирового балета Владимира Малахова, который снова арт-директор, солист балетной труппы Берлинской государственной оперы. Об этом я вас порасспрашиваю чуть позже, и Илона Книшок у нас в гостях, руководитель программ благотворительного фонда «Объединение мировых культур». И говорить мы будем вот о международном юношеском конкурсе фестиваля классического танца, который в Киеве уже в четвертый раз будет проводиться в марте. И вы теперь благодаря этому конкурсу, Владимир, достаточно частый гость в Киеве. Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно быть здесь и делать возможные хореографические миниатюры и балеты для школы. Я сам с родом с Украины. Кривой рок. Кривой рок, да. И мне очень приятно работать с детьми. Я все-таки работал больше с артистами, но сейчас, последние четыре года, вот приезжал сюда с разными постановками. И в конце концов, новая такая премьера, которая вот намечается на март следующего года, это уже полный балет капелли, который вот я делаю для детей, хореографическое училище. Мне очень приятно с ними работать. Конечно, много у меня бывает проблем, но это все-таки детский менталитет, детское мышление. Из-за этого это не артисты, которых можно по голове ударить и сразу из них что-то выбить. Ага, вот новая новость, да? Владимир Малахов практикует рукоприкладство с артистами. Ну, если человек не понимает, то, конечно, нужно уже какому-то другому методу. Если план А не сработал, план Б есть, и до конца алфавита еще много-много букв, тогда какой-то из них обязательно сработает. Вот я не специалист, но знаю, что вот балет капелли, он уникален тем, что можно показать разные виды танца. Вот почему выбрали именно его в этот раз? Потому что постоянно вы уже вот три года подряд ставите разные балеты, разные концертные программы с учениками Киевского училища. Вот почему именно на этот балет пал ваш выбор? Ну, потому что капелли – это тоже один из тех балетов, которые могут танцевать ученики. Например, «Жизель» или «Лебединое озеро» или «Спящую красавицу». Да, это сложно. А вот капелли, «Четная предосторожность» – это такие балеты, где можно занимать всех детей из разных классов. Конечно, я не занимал маленьких, самых-самых маленьких, потому что это очень тяжело, но там и ученики восьмых классов, и девятых, и первый, и второй, и третий курс. Всех можно показать в разных стилях. Не только в стилях, а разные кусочки хореографические. Там есть и утро, и работа, и заря, и часы, и куклы. И это интересно посмотреть не только, например, детям, но и тоже взрослым, потому что это детский балет. Это наподобие как сказка. Это об отношении мальчика и девочки, ревность. Ну, вот эта вся юношеская такая суета, которая всегда возникает при каких-то обстоятельствах, при каких-то отношениях, как только начинающихся отношениях. И можно увидеть даже себя в этом, как у тебя, например, в прошлом. Точно такая же была ситуация, как и в балете Капелли. У нас, насколько я знаю, может быть, вы меня поправите, шесть профессиональных хореографических училищ, я имею в виду, в Украине, семь театров оперы и балета. А вот как вы оцениваете? Они, кстати, выпускают там ежегодно десятки артистов. И вот как вы оцениваете среди вот этих молодых людей, выпускников? Есть люди, которые могут занять свою роль в мировой? Да, конечно, есть. В течение четырех лет, когда я вот сюда начал приезжать, с каждым выпуском становилось все интереснее и интереснее. И как бы мое сотрудничество со Снабухирой Терадой началось вот именно с моей первой постановки «Балмаскарад», которую я сделал для учеников. Как бы перенес. Она уже была. Это я взял просто кусок из балета «Балмаскарад» и сделал четыре сезона для школы специально. И фон Малахова тоже как раз дал им костюмы, выкупил костюмы, чтобы это и принадлежит уже им. И, конечно, было бы хорошо, если бы был больше интерес детей приходить и смотреть, что происходит. Потому что есть способные дети, но их мало. Хотелось бы как-то больше заинтересовать детей, чтобы они действительно посвятили себя вот этому красивому виду искусства больше времени. Потому что поколение от поколения растет, а профессионалов становится меньше и меньше. А вот с чем вы это связываете? Очень интересно. Ну, потому что сейчас, как мы говорим, все компьютеризировано. Сейчас нет интереса идти в театр. Сейчас можно залезть в YouTube и посмотреть тот же полностью балет, снятый с ведущими балеринами и танцовщиками всех театров мира, и посмотреть. А вот чтобы пойти и насладиться вот этим именно моментом, который не отходит от экрана телевизора, а вот именно вот это вдохновение, сам театр, атмосфера театральная, оркестр, как открывается занавес, как танцуют, это совсем по-другому воспринимается. То есть вы думаете, что классический танец становится все менее популярным или все-таки не сдает позиции? Ну, я один из тех, который буду помогать, чтобы он выжил, классический танец. Но таких инициаторов, как я, конечно, мало. И я буду делать все возможное, чтобы этот вид искусства, классический балет, он не умер. Из-за этого я приезжаю и просвещаю детей, как и что нужно делать. А вы считаете, что балет нужно популяризировать, например, чтобы все больше зрителей приходило? Либо вот потому что мы общались и в этой студии с разными творцами, музыкантами, и поэтому многие из них думают, что не стоит этого делать, потому что искусство, оно само по себе существует. И если люди хотят, они сами поймут, придут. Нужно просто искать. Нужно искать молодые таланты. И нужно их лепить. Это материал, который выпускают из училища. Это просто как основа. А потом нужно их развивать. Для того, чтобы развивать, им нужно тоже давать какую-то возможность, надежду, давать какие-то новые роли, работать с ними. А если артистов это не интересует и педагогов, то, конечно, тогда это очень тяжело сделать из кое-чего конфетку. И еще хочу задать все-таки вопрос. Как вот все же вы оцениваете украинскую балетную школу? Мне нравится. Мне нравится работать. Очень хорошие педагоги, которые действительно посвящают всех себя детям. Они прямо за них горой стоят. И каждый, конечно, хочет продвинуть своего ученика или свою ученицу вперед. Но, понимаете, есть градация, которая идет. Кто-то лучше, кто-то хуже. И они, конечно, как курица с цыплятами, которые возятся и объясняют, и вталкивают им. И я понимаю прекрасно педагогов, которые действительно хотят дать все возможное, чтобы тот же ученик или та же ученица после окончания школы возглавили одну из лучших сцен, например, Киевского театра или, ну, неважно, какого театра, какого-нибудь театра. И потом говорили, что вот это был я ученик этого педагога. Конечно, для них это очень важно. Ну, многие говорят, что большая проблема еще и в финансировании, в государственной поддержке. Ну, вы знаете, я артист. Я политикой, фактически, стараюсь это держаться подальше от политической стороны. Кто финансирует мое дело прийти и подарить эти прекрасные минуты, часы работы детям? Ну, вот вы уже затронули эту тему, тогда придется мне спросить у вас, вот вы себя идентифицируете все-таки как кого, как человека мира, да, или вот все-таки вот вы упомянули о Кривом Роге, да, но в то же время россияне считают вас своим артистом, также я читала много интервью, где именно так вас приглашали. Вот какова ваша самоидентификация? Ну, я могу сказать, что я человек мира, да, потому что я родился на Украине, да, я закончил хореографическое училище в Москве, я уехал в Вену, я работал в Канаде и в Америке, я получил австрийский паспорт, ну... А сейчас гражданин какой страны? Австрии. Австрия, да. И сейчас, и живу в Берлине. Из-за этого я не могу сказать, где, кто я и что я, да, я могу сказать, что я человек мира. Кроме вот конкурса, фестиваля классического танца, который мы в марте увидим, Гран-при Киев 2017, вы с гастролями когда приедете? Или вот дадите пока здесь сейчас? Но у меня есть план, но я пока не буду раскрывать своих всех карт, пусть это будет сюрпризом. Ага, значит, нужно все-таки идти на Гран-при. Тогда я прошу Илону немножечко сказать, когда у нас будет этот конкурс, фестиваль, да, и какие особенности? Это уже четвертый год, как вы ранее упомянули. Мы из года в год стараемся расширять фестиваль, Гран-при, поэтому вот в марте, с 19 по 21 марта уже в следующем году будет проходить он Национальный опера Украины. В этом году мы разделили гала-концерт и отдельно балет-капелли для того, чтобы сделать это двумя самостоятельными единицами. Поэтому мы хотим пригласить всех, и деток, и взрослых прийти насладиться этим волшебным действом, потому что спектакли Владимира всегда приводят всех в восторг, и это уже не первый год, и есть возможность сравнить даже какой больше понравился. В прошлом году был Ла Пери, еще в 2016 году было Пахита, поэтому это уникальный шанс, скажем так, накопить свои знания в балете и расслабиться, дать себе прикоснуться к прекрасному. Ну и в прошлом году победительница, по-моему, Гран-при взяла Украинка, если я не ошибаюсь. Да, Александра Панченко победила, мы за нее очень рады. Ну я вот видела, не была, к сожалению, на этом конкурсе, я думаю, в этом году получится у меня, но вот слышала, по крайней мере, что украинка, видела много публикаций. А как вы думаете, Владимир, вот есть ли у Киева возможность стать, ну это такие высокие пафосные слова, которые любят произносить организаторы, например, в центре конкурсной жизни, там, мирового балета, но все же, как вы считаете, есть такой шанс у Киева? Ну, когда человек что-то завоевывает, конечно, у него есть возможность пройти следующий этап, да. Пройти следующий этап, это не означает, что ты сразу становишься ведущим танцовщиком или ведущая балерина, тебе принесут все на тарелочке. Нужно все-таки тоже доказывать не только конкурсами, но и работой, и желанием сделать, сделаться кем-то. Вот это самое главное. И огромный ежедневный труд, потому что для меня балет это не просто, да, красивая картинка, мне кажется, что это ежедневное, постоянное, ну, едва ли не самоистязание. Да, это, конечно, очень тяжело. Из-за этого, когда я танцевал, работал, и я не любил отдыхать. Вот для меня отпуск, это было как наказание. Конечно, я знал, что нужно мышцам отдыхать, и нужно мозгам немножко расслабиться. Но все равно каждый пропущенный день тебе нужно два, чтобы быть в той же форме, в которой ты был раньше. Постоянные репетиции, седьмой пот, повторение, повторение, повторение каждого движения. Поэтому мы знаем Владимира Малахова как звезду мирового балета, знаем об этом. И даже люди, как я, непричастные к миру искусства, и наслышанные, и были на ваших концертах. И расскажите, пожалуйста, вот я упомянула вначале, да, о Берлине, вы там 10 лет же были в Берлинской опере. 12. 12 лет. А затем был период, о котором писала тоже мировая пресса вся, когда вы ушли, или вас ушли, как говорят. Ну, меня ушли. И вы вернулись. Как вот эта вот пертурбация метаморфоза отношений? По большому счету я не вернулся, потому что, когда ты что-то начинаешь, ты что-то делаешь, ты начинаешь делать какой-то новый дом, да, это я говорю о трупе, и когда ее разрушают, то желания нету обратно вернуться к тому же разрушенному месту, лучше начать что-то новое. Из-за этого я жду, что может быть будет что-то новое, чтобы я опять мог творить и совершать, и возносить опять новых людей, новую труппу, новые постановки и создавать новые таланты. Но вы же сейчас арт-директор, правильно? Я сейчас арт-директор у себя, у своего фонда. И вот я сам себе художник, я сам свободен, и хочу, что я хочу, то я и делаю. И у меня больше свободного времени, сейчас я никого не завишу, по большому счету. Конечно, когда ты был 12 лет директором, сразу какая-то маленькая проблема, все бегут к тебе. И когда у меня закончился этот срок, когда я ушел со своим последним спектаклем из театра, я даже почувствовал какое-то, с одной стороны, облегчение, а с другой стороны какую-то грусть, что вот у меня не будет той суеты, которая была, которая меня вот держала в этих ежевых руховицах. Но потом, знаете, когда морально я просто был подавлен немножко этим состоянием, и находился в такой, как бы, яме, да, из которой нужно было выкарабкиваться, искать какие-то новые варианты для того, чтобы себя чем-то новым занять. И как раз подошел такой момент, когда у меня появилась возможность приезжать и в Киев, и... Собственно, вы тогда и создали ваш фонд, или он существовал раньше. Вот как только я заканчивал танцевать, как раз я и сделал этот фонд, который тоже помогает и деткам. Это его главная цель, как я понимаю, да? Да, да. И вы вручаете еще и приз от фонда, да, как я понимаю? Да, я делаю тоже приз Владимира Малахова, гран-при. И это как, вот расскажите для человека, который не понимает, вы гран-при Владимира Малахова вручаете, кому, когда, когда у вас, вы проводите где? Ну, у меня есть несколько гран-при. У меня есть гран-при в Латиноамерике, где это Куба, это Аргентина, это Бразилия, это Мексика, это Чили, и в следующем году будет тоже первый гран-при в Китае. Я буду устраивать. Вот вы буквально, ну, естественно, знаете весь мир, да, и где только не выступали. И вот балетная школа какой страны вам нравится больше всего? Ну, они все разные, нельзя сравнивать. Французская школа, французская школа, американская, американская, например, француженки не могут прыгать на пальцах, им тяжело, да, японки, они могут легко прыгать на пальцах, например, но у них нет стопы такой, как у французов, да. Русская школа отличается стилем, да, английская или датская отличается чистотой мелкой техники. Все школы разные, русская отличает, например, вагановская отличается одним качеством, украинская отличается другим качеством. Их нельзя сравнивать, просто нужно искать детей, которым бы все эти стили подошли. А вы какой принадлежите? Мировой. Мировой у вас? Но я, когда я уехал на Запад, у меня не было возможности, мне нужно было быстро все это сделать, потому что если ты что-то хочешь добиться, да, ты должен быть сконцентрированным на том... А материала было много, были разные стили, и Марта Грэм, и тот же Джон Ноймайер, и Бижар, и Эрлом Петти, и Туала Тарп, и Марк Моррис. И это все американские хореографы, да, которые это тоже знаменитые хореографы, которые делали много-много балетов для того же Барышникова, для того же Макарова, и Нуриева, и нужно было быстренько почувствовать этот стиль, потому что если бы не было этого, то перед тобой был бы другой танцовщик, который бы занял бы это место. Но, вы понимаете, с характером козерога нужно было проходить огонь, воду и медные трубы, и из-за этого настырность моя помогла мне вот так выжить. Ну, у вас биография, конечно, шикарная, мне бы не хватило эфира перечислить все ваши награды, да, и за годы интенданства вы получили очень много, директор, постановщик. Что вот вам наиболее дорого из вашей вот всей этой жизни биографии творческой? Все, моя жизнь, мои танцы, работа с хореографами, которые сделали для меня много постановок, и, конечно, работа с большими мастерами, хореографами, и трупами, и балеринами, которыми у меня свела судьба танцевать. Я хотела все-таки задать вопросы, вот тут мне его, кстати, пишут в фейсбуке, про кривой рог, приезжаете ли вы туда, и родители ваши остались ли там. Да, я как раз был сейчас в кривом роге, да, вот две недели назад я уехал в пятницу, но вернулся в воскресенье, потому что каждый пропущенный день для детей очень важен. Я как раз пропустил только два дня, не было меня в пятницу и в субботу, но я был с родителями несколько дней, и мне было достаточно для того, чтобы почувствовать материнскую любовь, прижаться к маме, поцеловать папу, повидать брата и просто пообщаться с ними. Кстати говоря, вот вы говорите, важно, да, каждый день проводить с вашими учениками, а сколько вы в целом посвящаете им времени, потому что это же огромный, да, процесс обучения, ну и тем более ваша работа, что вам же нужно будет ездить, вы теперь будете в Берлин, Киев. Ну, я бы посвящал им с утра до вечера, но я понимаю, что детский менталитет, он не может воспринимать больше, чем два, три, максимум четыре часа, и нужно брать разных людей. Если работать с одним человеком, одним ребенком, то мозги у него просто взорвутся. Из-за этого лучше получать каждый день какую-то новую информацию, час-полтора, но она, чтобы она хорошо усваивалась. Из-за этого я открыт работать долго, но как готовы ли дети к этому? Спасибо вам большое. Я напомню, что звезда мирового балета Владимир Малахов был гостем нашей студии Илона Книшук, руководитель программ благотворительного фонда объединения мировых культур. Ну и, собственно говоря, будем ждать марта и международный юношеский конкурс-фестиваль. Надеемся увидеть и вас там. Спасибо вам большое. Это была программа Киев Донбасс. Все для вас провела Татьяна Курманова за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. Слушайте, думайте, не переключайте волну.